Добрый день, информационная служба телерадокомпании Гомель протягивает свою работу у эфиры. У студии для вас працует Евген Поболовец. На минулом тыне в Минске отбылся пятый у себя белорусский народный сход, на яким вызначили основные на прамке и параметры экономичного и социального развития державы на наступные пять годов. Зараз делегаты делятся своими эмоциями и уражениями с працонными коллективами. В Мазирский район на пятом усебелорусском народном сходе представляли 23 делегаты. Сярутых, студенты, механики, войсковцы, представники мясовой администрации. Дарежь из всех краин постсоветской просторы, Беларусь – одина, кто заховал традицию проведения подобных масштабных мероприемствов. Живыми уражениями и эмоциями однородного форума с коллективом 320-го отделения Белинвестбанка делятся делегаты «Рынок Королевич». На Всебелорусском сходе конспектовала самые значные моменты. По ее выступлению шмат цитат кировника державы, гостей форуму и коллег. Сегодня, видя, с каким интересом делегаты Всебелорусского народного собрания обсуждают именно в опрессе вопросы жизнедеятельности нашей страны, и что эти вопросы были услышаны, и практически на протяжении всех двух дней глава государства комментировал выступления делегатов Всебелорусского народного собрания. Какие-то вопросы ставились на контроль, по каким-то сразу давались поручения, чтобы они не принимались к выполнению. Какие-то были включены в проект программы социально-экономического развития нашей страны на 16-20-е годы. Сегодня в Гомеле отбылась рабочая встреча поставников Державной инспекции по охове живельного и рослинного свету Беларуси и Державного агентства рыбной господарки Украины. Баки обмерковали пытания совместной деятельности на приграничных территориях. Олег Сентяров с подробностями. Державная инспекция оховы живельного и рослинного свету – организация не только закрытая, но и рассказывать об всех подробностях своей деятельности тут не вельми мкнуться. Правда, это не течется коллег и партнеров из других краин. Поделиться опытом и напрасывками. У Гомель приехали представники Державного агентства рыбной господарки Украины. На початку с встречи, огляд техники, которую выкрасывают белорусские инспекторы, арсенал великий от сучасных авто и так званых паус-родков до мотоциклов, квадроциклов и снегоходов. Нечто, набитое еще подчас створения инспекции, нечто совсем новое, але усе в рабочем стане. Украинцы текаются техничными характеристиками и рассказывают об своих макчимостях. О, речи, у нас великая протяглась суместных водных объектов, контролевать, які лепш агульными намаганнями. До речи, основная колькость порушений сегодня региструется миновито на водоемах. В 2015-й год инспекции составлено около 260 административных дел. Из этих 260 примерно 60% – это незаконное рыболовство. И примерно по 20-15% – это нарушение правил лесопользования, а также незаконная охота. Почас непосредственно посаджения – размыва об оперативной ситуации и методах работы. Во Украине, например, у пытаниях охова природных ресурсов основный упор зараз на отдельность рыбооховных патрулев. На водоемах они знаходятся практически круглосуточно. И, как кажуть, негде. Браконьеры сегодня настолько технично оснащены, что одными рейдами не обоистись. У Беларуси ситуация не такая напруженная. А для работы у инспекторов так само хапая. В целом по республике зона отказанности державной инспекции по хове живойного и растительного света больше 17 миллионов гектаров. И отсюда повинен быть забеспеченный парадок. Эффективность деятельности белорусских коллег признают и представники Украины. Усовезающим одна задач этой встречи – деталевое ознавление с нашим опытом. Алгоритм тех действий, которые прошла ваша инспекция на этапе создания ее, поскольку на сегодняшний день в Украине намечено в планах создания аналогичной единой инспекции, как прудоохранного органа, хотелось бы уберечься и самим, и уберечь наше руководство, нашего государства от возможных ошибок, которые были в вашей инспекции на этапе ее создания, реформирования. В этой встрече представников Державной инспекции Ахова живойного и растительного света Беларуси и Державного агентства рыбной господарки Украины, первая после досадково притяглого перапынку, баки перекананы, спынение супрацовництва не принесло користи ни одной из держав и выказывают уверенность, взаимодействие службы теперь может быть обновлено в полном объеме. Олег Сентюров, Максим Славин, телерадио «Компания Гомель». В высшейших научальных установах Гомельская область уносит коррективу в учебные планы и разведает варианты больше тесного супрацовництва с предприемствами. Необходность удосконаливания национальной системы эдукации выкликана долучением Беларуси до балонского процесса и необходность выполнения решений, принятых на Пятом Усебеларусском народном сходе, какой повинна быть айчинно высшейшая школа. Отказ на это питание в нашем наступном сюжете. Гомельский державный Ханглевоэкономичный университет сегодня корыстается популярностью не только сярод беларуской молоди, сярод студентов установы, представники Азербайджана, Молдовы, России, Туркменистана, Турции, Украины. У администрации перекананная студенту привабливает перш за все якость эдукации. Тоже информационные технологии в учебном процессе, которые на протягу пяти годов должны появиться во всех высшейших научных установах Беларуси, у Гомеля уже реальность. Но учиться и сдавать экзамены тут можно дистанционно. Делять шагу у Гомеля в экономичном университете на были отповедные обсталевания изробили специальные кабинеты. Здесь преподаватели могут общаться со студентами, которые находятся удаленно от них, и отвечать в режиме реального времени на вопросы студентов. Вся необходимая информация находится на сайте дистанционного обучения, там находятся все электронные курсы, материалы, и в течение семестра студент их изучает. Одна из проблем с учебной беларусской высшей эдукацией – оборванность от реальных клопотов в творце. Усе студенты проходят на предприемствах практику, но часто она перетворяется в обычайное бауленье часу. Шматы, которые руководители лечат за лучше, а выходятся без допомоги на вот практически дипломованных специалистов. Не то, что студентов молодших курсов. Такие относины тлумачиваются разными причинами, но в любом случае это ни каким чином не сприяет подрыхтовцы высококвалификованных кадров. Это пытание так само обмерковалось и на пятом усебелорусском народном сходе. Это возможно создание научных производственных кластеров, когда университет использует базу организации предприятий для проведения практики студентов, и когда научные разработки внедряются на этом предприятии. Причем создание научного продукта – это результат совместный и ученых вузовских, и работников реального сектора экономики. Олег Сентюров, Ганна Ковалева, Яухин Макинка, телерадо «Компания Гомель». Инвестиции, инновации, поддержка телевизора молодежи и здоровый лад життя. Об этом подоговорка у черговом эфире «Диалога». У студии на питание ведущего будет отказывать депутат Палаты представников Национального схода Республики Беларусь Алла Навумчик. Главная тема программы станет вопроса поляпшения системы эдукации, подрыхтовки специалистов в высоком уровне у ВНУ Гомельской области. Программа выйдет в эфир сегодня на телеканале «Беларусь-3» в 18.50 хвилин. Свои питания вы можете задать, потелефоновавши по номеру промога эфиру в Гомеле – 77 68 45. Протягиваем выпуск. В первую субботу липень у нашей краины означается День кооперации. В Гомельском областном союзе споживецких товариствах с этой нагоды прошел урошистый сход. В делу им приняли керавники, работники и ветераны Галины. По доброй традиции, подчас святкования Дня кооперации были ознагароджены лепшие работники и коллективы. Варто означать, в минулом году кооператоры нашего региона добро спрацовали. По выниках господарства финансовой деятельности за 2015 год Гомельский областный союз занял другое место в республике. В уголе за последние 10 лет, где гомельские кооператоры в агульно-республиканском рейтинге не опускались ниже за третье место. Сегодня областным споживецким товариствам отводится значная роль у экономицы краины. На их ускладается и важная социальная функция – организация гандлю у сельской мясовости. Большинство подавляющих работников, они очень самоотверженно относятся к своей работе, стараются выполнять те функции, которые на них возложены для того, чтобы сельское население области, в первую очередь, которое мы преимущественно обслуживаем, было всегда довольным нашим обслуживанием, теми товарами, которые поставили, тем уровнем культуры, тем уровнем услуг, которые мы сегодня обеспечим. Поэтому я хочу пожелать нашему коллективу, всем, кто сегодня работает, дальнейших успехов в работе, всем хочу пожелать здоровья, профессионального роста, молодым специалистам, молодым кадрам, и чтобы коллектив нашего был потреб союза, чтобы каждый работник нашего коллектива гордился тем, что он работает в нашей организации. Сегодня в эфире телеканала «Беларусь-4» глядите новый выпуск программы с циклом «Эко-школа». Разом с молодыми гомельскими экологами телеглядачам пропонуются отправиться в черговую взаимальную экспедицию в Жлобинский район. Чем живет самый молодой сярод районных эколого-биологичный центр в Жлобине? Какие объединения по интересам наибольши запотребованные сяродь детей и молодых? Что пришлось до смаку гомельским экологам и каких новых сябров сустреляны в живом кутку центра? А так само, какие краевиды Жлобинского края открылись и перед большим гомельчан у заказнику «Смычок». Малевничные ландшафты, редкие виды рослины живел, нечеканные открытия и выпадковые спадорожники, незвычайные природные объекты и познавальные доследования. Подробязник про экспедицию в Жлобинский район глядите в программе «Эко-школа». Сегодня в 18.35 и завтра в 12.45 на телеканале «Беларусь-4». На этом выпуск завершенный. У студии працавал Евген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин